Продолжение следует... В ее составе работали и двое наших земляков. Кроме своих впечатлений, они привезли и несколько десятков часов отснятого в Антарктике материала. В общем, все меньше остается на земле мест, где ист упала на горах и Ковчан. Субтитры создавал DimaTorzok экспедицию к берегам Антарктиды, где на Аркентинских островах, на острове Галендес, расположена украинская станция Академик Вернадский. Время было ощущение какой-то рискованности нашей экспедиции. Дело в том, что мы первые шли в Антарктиду. И мы были подготовлены в какой-то степени опытом предыдущих экспедиций, хорошей организацией нашей экспедиции, профессионализмом нашей команды. Так что от возможных превратностей сурового характера широк, в которых нам успело зимовать, мы были в некоторой степени застрахованы. Впрочем, до берегов сурового шестого континента было еще далеко. Судну предстояло преодолеть тысячи миль водного пространства. А посему у нас есть время и сделать небольшое отступление. Антарктида не самый большой материк. Его площадь около 14 миллионов километров квадратных. Но и на этой территории такую область, как, скажем, Харьковская, можно разместить 406 раз. А Украина поместилась бы тут 23 раза, и еще осталось бы место для какого-нибудь гондураса. Центральные области абсолютно безжизненны. Побережье, наоборот, изобилует живыми организмами. Грандиозные птичьи базары на суше, в воде киты, тюлени, косатки. Всех их кормит океан. На материке, кроме мюнхов, в так называемых оазисах на побережье, поживиться нечем. Антарктида – суровый и парадоксальный континент. С одной стороны, мировой холодильник, с другой – в летнее время в центральные районы континента поступают максимальные на земном шаре количество солнечной радиации. Они превышают даже тех, что получает земная поверхность на экваторе. Около 80% пресных вод земного шара аккумулированы в ледяном покрове Антарктиды. И в то же время – это пустыня. Содержание влаги в воздухе, годовые суммы осадков в ряде районов вполне соизмеримы с теми, что наблюдается в Сахаре. Причиной всего этого является глуполюсное расположение материка. Солнечные лучи даже в полярный день почти не нагревают поверхность. Лед отражает их обратно в космос. И если бы не перемещение воздушных масс с более низких широк, Антарктида работала бы как прогрессивно охлаждающий сам себя холодильник. Здесь – мировой полюс холодный. В районе российской станции «Восток» наблюдаются температуры ниже 80 градусов мороза. Толщие льда достигает в некоторых районах 4500 метров. Здесь возрождаются процессы, влияющие на погоду всего земного шара. Здесь – самый чистый воздух, ведь на континенте почти нет почвы, а значит нет и пыли. Это обеспечивает видимость близкую к абсолюту. Как должно быть интересно метеорологу оказаться в этой естественной климатической лаборатории природы? Насколько проще геофизику проводить исследования ионосферы планеты в чистом от техногенных помех пространстве? Слушиваться в биении пульса магнитного поля Земли? Как заманчиво астронома посмотреть на так мало изученное небо южного полушария сквозь самый прозрачный воздух на Земле? Какие перспективы для научного поиска? Но это место совершенно экстремальных условий, и отбор в состав экспедиции лишь ненамного отличался от того, какой проходят астронавты перед полетом на орбиту. Впрочем, об этом немного позже. Эрнест Кренкель давно прошел Босфор, Сюту в Гибралтаре, Монте-Ветео в экзотическом Уругвайе. Приближался грозный пролив Дрейка, где штормы не прекращаются ни на один день. 13 марта справа по курсу экипаж судна увидел первый айсберг. Издалека он казался малюткой, хотя только его надводная часть вздымалась вверх на высоту девятиэтажного тома. Впрочем, все в мире относительно. Иногда от шельфовых ледников откалываются айсберги-гиганты, размеры которых достигают нескольких сот километров поперечники. На его поверхности легко бы поместилась любая из областей нашей страны. Дрейк встретил нашу экспедицию пятишестибальным волнением. Немного, но даже в этих условиях любая встреча с плавающими клубами замерзшей воды судила большие неприятности. Впрочем, без тесного знакомства с товарищем айсбергом в конце концов не обошлось. За эти кадры Джеймс Кэмерон был готов заплатить энную сумму – эффектно, натуралистично, плюс экономия бюджета. Но поскольку, к счастью, в нашем случае известный сюжет развития не получил, Оскар Эрнесту Хренкелю не достался. Золотая статуэтка исчезла в темноте вместе с поцарабавшей борт судной льдиной. Наконец, 15 марта 1998 года в просвете между островами Аркетинского архипелага показались строения станции Покатерик-Вернадский. А еще через некоторое время судно, доставившее на станцию наших зимовщиков, было готово отправиться в обратный торчок. Когда раскрытно развернулся и дал прощальный гудок, я не могу сказать, что от меня хватило какое-то особое чувство. Хотя нам и предстояло провести на станции больше года. А в ближайшие несколько месяцев мы могли видеть лишь лица друг друга. Станция Академик Вернадский – одна из самых изолированных станций в районе Антарктического полуострова. Так что гостей до тех пор, пока в декабре ледовая обстановка не позволит судам заходить в наши широты, не предвиделось. Нас ждали лишь наши исследования, дежурство у аппаратуры и на кухне, будние праздники нашей небольшой компании, нехитрые развлечения, которые мы могли сами себе придумать, и удивительные красоты природы Антарктики. Субтитры создавал DimaTorzok